МОНИ 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 В Канаде существует государственная программа помощи в обучении детей после школы постакадемической образования. То есть для того, чтобы ребенок получил эти деньги, и его родители должны открыть программу. Его родители должны открыть программу. Можно открыть банки, можно открыть страховые компании. Есть много возможностей для этого. И чем раньше они начнут эту программу, чем больше помощи они получат от государства. То есть при максимальном ежемесячном взносе 200 долларов, при открытии программы, при рождении ребенка, ребенка, ребенок получает в 17 лет, максимум это 7200 помощь от государства. При открытии этого аккаунта ребенок получает 500 долларов от государства грант. И разница в том, где открывать эту программу, я бы посоветовала как страховой агент страховой компании. Потому что страховые компании, которые борются за своих клиентов, они предоставляют еще 15% бонус за открытие у них программы. То есть все положенные деньги, плюс деньги от государства, они вкладываются в ценные бумаги, которые дают ежегодный доход от 5 до 8%. Это довольно приличная прибавка. Вот мы здесь обсуждали, допустим, в действительности ведь можно сделать ребенку обучение бесплатным. Основываясь на тем, что родился ребенок, ему положено универсальное child benefit. Скажем, если семья несостоятельная, то это доходит до 400 долларов в месяц для ребенка. Да. А если она более состоятельная, то может быть меньше 200, и минимум это 100 с чем-то долларов. То есть, по сути дела, каждый родившийся ребенок в Канаде получает 100 долларов в месяц и так. Да. Плюс, если мы добавляем те деньги, которые потом government добавляет к этим деньгам, если мы даже построим это на 150 долларов в месяц, то мы закончим, что будет собрана сумма около 30 тысяч долларов, которая покроет любую первую степень в любой, так сказать, области. Более того, это не только за обучение выхватило денег, но и за какую-то часть проживания. Государство даже пошло на уступку. То есть, раньше требовали обязательное обучение в университете. Да. Сейчас этого не требуется. Сейчас достаточно пойти в колледж и получить полный курс семестр 13 недель full-time и confirmation принести в страховую компанию, и ребенок получает эти деньги. Если он не решил еще, куда он хочет учиться идти, программа закрывается в 17 лет, вы прекращаете платить. Деньги лежат. Он в 25 лет решил, куда он хочет идти учиться. То есть, эти 8 лет, эти деньги крутятся в ценных бумагах. То есть, очень гибкая система, позволяющая… Да. Удобная, гибкая для всех. И это кроме того, что еще страховая компания дает эти 15%. то стоит задуматься, где купить эту программу открыть в банке, либо в страховом. По сути, это может быть сделано таким образом, что человек сам никаких своих денег не вкладывает. Да, да. Если он готов, потому что максимум. Значит, при открытии этой программы было unlimited. То есть, можно было туда ложить много денег, сколько вы хотите. То есть, и начался процесс такой неуправляемый. Государство остановило это и сказало так. В течение 17 лет родители, либо бабушки, дедушки, максимум, что они могут положить, это 50 тысяч долларов. Маннee. Маннee… Маннee! Бар Sea! bl…. Бар! Субтитры сделал DimaTorzok